Реставрацией золотых ворот будут заниматься рабочие без опыта? Этим вопросом задаются жители Владимира. На просторах интернета появились объявления с сайта Авито. Они были размещены в конце июля. Судя по опубликованной информации, сейчас ведется поиск рабочих для реставрации золотых ворот. Требования к кандидатам следующие. Рабочий настройку, сфера деятельности, строительство. График работы 6.1. Частота выплат дважды в месяц. Опыт работы не имеет значения. Обязанности научим реставрационному ремеслу. Информация о поиске таких вакансий появилась и в социальных сетях. Правда, по мнению ряда комментаторов, в данном случае речь идет именно о разнорабочих. Многие фирмы так делают и набирают людей на простые действия. Принести, подать и тому подобное. Все остальное делают мастера. Наш телеканал решил проверить это предположение и позвонить по указанному в объявлении номеру телефона. Представившись в качестве соискателя на вакантную должность, мы попытались разузнать подробнее об обязанностях. Как оказалось, речь в объявлении идет не только о разнорабочих. Вот диалог с работодателем. По телефону нам сообщили, что сотрудники без опыта работы должны будут сбивать штукатурку со стен. Нужно брать маленький молоточек и сбивать штукатурку со стен. Работа эта очень увлекательна, но не требует каких-то специальных наук. А если я там что-то не так сделаю, меня потом не накажут за то, что я повредил памятник ЮНЕСКО? К слову, человек, набирающий таких рабочих, сообщил что соискателя обеспечат работой вплоть до конца реставрационных работ. К 3 августа вакансию посмотрело уже 3,5 тысячи человек. Напомним, реставрацией Золотых Ворот занимается тюменская компания «Дизайн-2000». Именно эта фирма выиграла торги, которые организовало Министерство культуры России. Подрядчик предложил провести работы за 139 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, строители отремонтируют фасад памятника, стены и цоколи. Проектом предусматривается реставрация фасадных стен, цоколей и крылец, ремонт конструкции стен угловых башен и пристроек, устройство полов в них, реставрация кровель, позолоты, луковичной главы, креста с подкрестным шаром, объемных звезд шпилей с яблоками, замена оконных заполнений, реставрация дверных заполнений. Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории. При этом, как сообщалось на сайте Владимира Судольского музея-заповедника, ранее компания из Тюмени реставрировала ряд других крупных культурных объектов. Например, Спаскую церковь, Троицкий монастырь в своем родном городе, Покровский собор в Тобольске. То есть опыта в реставрации древних белокаменных архитектурных памятников среди представленных работ нет. А ведь на золотых воротах сохранились остатки древних фресок. Их обнаружили еще в 1989 году подаркой белокаменного памятника. Тогда и выяснилось, что своды врат в древности были расписаны. К слову, нам удалось связаться с известным Владимирским реставратором Александром Скворцовым. Именно он на рубеже 80-х и 90-х годов руководил реставрацией белокаменного памятника. Он был крайне удивлен словами о том, что снятием штукатурки будут заниматься не специалисты своего дела. По мнению Александра Скворцова, это недопустимо и может обернуться трагедией. Более того, по словам Александра Скворцова, никакой штукатурки снаружи золотых ворот уже нет. Так что остается непонятным, что именно будут сбивать сотрудники с Авито, говорит кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств. Позже мы сделали повторный звонок в компанию по телефону, указанному на Авито, уже от имени шестого канала. В результате с нами на связь вышел другой представитель фирмы, набирающей людей на работу. В разговоре с нами на этот раз Ольга, как она представилась, уже изменила риторику и не подтвердила слова своего коллеги. По контексту общения было понятно, что сотрудник имеет отношение к подрядной организации, занимающейся реставрацией. У нас есть работы на этом объекте штукатурные, в том числе есть работы по белому камеру, есть работы по кровле. Это как бы соответствующая квалификация должна быть. В ходе, когда принимают специалистов, проверяют аттестацию. Если у вас в городе, к примеру, есть такие специалисты, мы будем только рады. То есть штукатурку не должны будут сбивать вот эти сотрудники? Нет, конечно. Нет, конечно. То есть они разнорабочие. Это разнорабочие все. Так чем же именно будут заниматься рабочие совета? Кто контролирует ход работ и не грозит ли золотым воротам опасность? Шестой канал направил официальные запросы в саму компанию из Тюмени, а также заказчику самих работ в Министерство культуры Российской Федерации. Мы будем следить за развитием этой истории. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, Шестой канал.